Здравствуй, зритель! Первая леди КНДР Ли Соль Чжу интересует СМИ не меньше, чем ее супруг-диктатор, и она умеет эффектно появляться на публичных мероприятиях, часто попирая чопорные нравы северокорейских моралистов. С момента своего появления на публике в качестве первой леди КНДР в 2012 году, эта красивая молодая мать троих детей стала любимицей мировых медиа. Доподлинно о девушке известно по-прежнему мало, и ее персона окружена ореолом таинственности. О биографии Ли Соль Чжу известно не так уж много. Данных, которым можно доверять, и того меньше. Корейская википедия гласит, что будущая первая леди появилась на свет 28 сентября 1989 года в городе Чхонджин провинции Хамгён Пукто. Другие источники ограничиваются промежутком 1985-1989 годов и указывают, что девушка выросла в Пхеньяне. Ее мать – врач-гинеколог, отец – дикан местного университета, по другим данным – военный. Но однозначно можно утверждать, что девушка вышла из интеллигентной, гордой семьи, на что указывает статус учреждения, где она училась. Ли Соль Чжу окончила школу искусств Кымсон – престижное заведение для детей правящей элиты. Будучи студенткой, она носила дорогие часы, тогда еще запрещенные брюки, и пользовалась вакуумным ланчбоксом. Ли Соль Чжу уже тогда любила роскошь, игнорировала табу и не видела смысла скрывать свое благосостояние. Она производила впечатление человека, которому не страшно вызвать осуждение или зависть. В те годы Соль Чжу начала карьеру певицы. Она участвовала в фестивалях и по слухам посещала Южную Корею в составе группы поддержки, отправившейся в Инчхон на чемпионат Азии по легкой атлетике. Затем проходила обучение вокалу в Китае, при том, что далеко не каждый северокореец получает возможность выезжать за границу. По возвращении девушка стала солисткой в популярном ансамбле «Пончхоньбо», исполняющем патриотичные песни с использованием электронных и струнных инструментов. Как известно, большим поклонником этого коллектива был Ким Чен Ир. В конце 2011 года Ким Чен Ир скончался и с апреля 2012 года страной стал править его сын. Тогда Ли Соль Чжу несколько раз появлялась на публике в компании новоиспеченного правителя, что вызвало волну слухов о том, кем является его спутница. Тогда же и выяснилось, что она поет в ансамбле. А 25 июля 2012 года государственные СМИ сообщили, что эта девушка в действительности его жена. Точно неизвестно, когда Ким и Ли поженились. Некоторые источники сообщают, что свадьба состояла в 2009 году, а в следующем Ли родила ребенка. Другие говорят, что пара не встречалась до концерта классической музыки в 2010 году. По данным разведки Южной Кореи, Ли Соль Чжу родила третьего ребенка в феврале 2017 года. Никаких официальных данных от СМИ Северной Кореи не поступало. О первом ребенке известно лишь то, что он родился в 2010 году. Второй ребенок северокорейского лидера, девочка Ким Чжу Э, родилась в 2013 году. Ли резко выделяется среди своих соотечественниц манеры одеваться. Если большинство женщин в Северной Корее должны носить строгие костюмы и вести себя как можно скромнее, то первая леди этой страны позволяет себе надевать юбку выше колена, каблуки, да еще и заливисто смеяться при всех, держа под руку своего супруга. Являясь по северокорейским стандартам абсолютной красавицей, Ли Соль Чжу тяготеет к европейской и американской моде. С появлением молодой супруги на публике Ким Чжан Ын снял запрет на ношение с северокорейскими женщинами брюк, туфель на платформе и бижутерии, чем шокировало идейных моралистов страны. Ли Соль Чжу была первой спутницей жизни северокорейского лидера, которая осмелилась остричь традиционно длинные волосы и начала щеголять короткой стрижкой. Также Ли Соль Чжу позволяет себе носить драгоценные брошки вместо значка с портретами вождей, обязательного аксессуаров КНДР. Это объясняется тем, что для нее нет в мире других мужчин, кроме любимого Ким Чжан Ына. Супруга диктатора известна своей любовью к западной моде. У нее замечали сумки от самых дорогих дизайнеров, такие как Диор и Шанель. При этом ее любовь к предметам роскоши вызвала международную критику, ведь обычные граждане Северной Кореи много лет борются с голодом, засухой и нищетой. До Ли Соль Чжу лидеры Северной Кореи никогда не выводили в свет своих жен. Для страны с тоталитарным режимом она проявляет поразительное бесстрашие, и в отличие от своих предшественниц не остается в стороне, будь то заседание генштаба или поход с мужем в дельфинарии. Ким Чжан Ын, в отличие от отца с дедом, обладает вспыльчивым и эмоциональным характером, что для лидера страны обычно выходит боком. Но можно предположить, что счастливость, личная жизнь, любимая жена, трое детей положительно влияет на политические решения вождя. Так, помимо запугивания и чистки правящих верхов, он воплотил в жизнь полезные реформы. Не совсем понятно, чего ждать в будущем, но у жителей КНДР благодаря изменениям последних лет поселилась слабая надежда, что жизнь не всегда будет покрыта сплошными запретами. Что касается Ли Соль Чжу, сегодня она является иконой стиля для северокорейских женщин, а завтра, игнорируя традиции, может стать угрозой для одного из последних столпов тоталитаризма. Подписывайтесь на наш канал!